Уже третий год чеченские подростки имеют возможность трудоустроиться летом на станцию юных натуралистов. И не только ощутить себя работающими людьми, но и получить свои первые деньги. Программа эта растягивается у нас на все лето. Мы в июне, в июле и в августе этих ребят к себе приглашаем. Они, соответственно, идут через центр занятости, пишут эти заявления и так далее. И потом уже принимаем их на работу официально, все как положено, первая трудовая вахта у них наступает. Рабочий день начинается с 9 утра, зато уже в час ребята свободны. Попотеть над грядками нужно всего 4 дня, а вознаграждение за столь короткий период немаленькое – почти 3000 рублей. Никита уже не первое лето отдает предпочтение такому нужному делу. На юнатке, так выразимся, я уже работаю второй год. Узнал я это от подруги, она мне предложила тут прийти поработать. Работаю я тут уже второй год, потому что мне тут очень сильно понравилось. Потому что тут, во-первых, природа, то есть это очень хорошо. Ты пришел, тут природа, работаешь, так скажем, напрямую с флорой, с фауной. Это очень интересно и, во-первых, полезно для здоровья. И второе – это, получается, сторона финансовая, тоже приятно. После 11 класса Никита планирует поступать в инженерный институт. Уверен, что приобретенный на юнатке опыт непременно ему пригодится. Эти инженеры нужны везде, даже в данной ситуации, допустим, какая-то поливка. То есть более усовершенный полив, более легкий полив. Допустим, даже если дойти до простого – грабли. То есть их можно более усовершенствовать. То есть, допустим, автоматизировать как-то грабли. То есть сделать прибор, который сам будет уже расчищать и разгребать. В этом году здесь могут поработать 72 подростка. Руководство станции юных натуралистов всерьез задумывается о расширении штата летних сотрудников в будущем году. Наталья Протаковская, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ.